Очень часто, проезжая по дорогам Германии, вы можете увидеть сбоку поля цветов, например, гладиолусов, тюльпанов, подсолнухов или еще каких-то цветов с интересными табличками. На табличке написано «Zum Selbstschneid», что обозначает «для самостоятельного среза». Нет рядом с этими полями никаких продавцов, а сбоку стоит какой-то железный ящик и расценки, сколько стоят эти цветы. Абсолютно любой человек может подъехать, срезать столько, сколько ему нужно и заплатить по совести. Если сказано, что один гладиолус стоит 50 центов, соответственно, вы срезаете 5 штук, уложите в эту кассу 2,50 и спокойно уезжаете домой. Никто эти поля не наблюдает. Там нет никаких камер, нету за кустами никаких специальных людей. Как правило, это крестьянские подворья, имеющие рядом свободное поле, засеивают какими-нибудь цветами. И полностью расплата в данном случае лежит на совести проезжающих людей. Но что интересно, люди обязательно платят. Даже иногда ложат чуть больше, чем там написано. Почему? Потому что они привыкли ценить чужой труд, потому что не привыкли обманывать, и потому что считают, что если что-то получили, то за это стоит заплатить. Помимо цветов, точно так же могут продаваться осенью, например, бюргиз, то есть тыквы. Декоративные, большие тыквы, тот же самый принцип. Они рассортированы по размеру. Проезжая, вы можете взять любую тыкву, оставив деньги крестьянину, который их вырастет. Иногда на табличках написано только цветы, за которые вы заплатили, принесут вам радость. Но в основном это написано для туристов, так как местные все равно знают и платят по совести. Нет ни охранника, ни высокого забора с колючей проволокой. Вместо всего вышеперечисленного здесь есть такая касса, куда люди просто по-честному бросают деньги. Это Германия, друзья, окраина Мюнхена. Я часто проезжаю мимо этого цветочного поля, часто срезаю здесь цветы и плачу согласно вот этому вот ценнику. Тут вот написано, что поле и касса под наблюдением. Но это шутка, конечно же. Никто тут не наблюдает. Там дальше на улице ставят большие контейнеры с тыквами и тоже пишут, сколько надо оставить за покупку. Кстати, чтобы покупателям было удобнее срезать цветы, на кассе висят вот такие ножики. В течение получаса как минимум пять машин остановились у поля, чтобы купить цветы. Сегодня я для себя купила, потому что мне очень нравятся гладиолусы. Иногда едешь мимо и бац, решаешь заехать купить цветы. Есть газетные автоматы, которые тоже работают на честности. Они встречаются и в других регионах. Я решил проверить, правду ли говорили Эккард и Мадлейн. И в самом деле очень скоро увидел, что эта удивительная система работает не только с цветами. Вот касса и лоток для овощей. Вот продаются готовые букеты. А вот газеты на обычной автобусной остановке. Сюда девушка кидается. А это Норвегия. На одной из многочисленных велосипедных дорожек установлен точно такой же гиоск, где можно подойти и что-то купить. Кусочек торта, яблоки, возможно, напитки или сладости. Часто подобные ларьки устраивают дети. Точно так же зарабатывают, пополняя ларек нехитрыми снадобьями. И что интересно, проезжающие всегда платят. Всегда, даже если знают, что за ними никто не наблюдает. Такие вот особенности. Все, поехали. Кто успел, то ты съел. Тихо, тихо, тихо. Успокойтесь, пожалуйста. Фух, фух. Успокойтесь, пожалуйста. Вы что творите? Горь, гость. Ебать. Успокойтесь. Фух. А.